Я хотела узнать, как мне запросить сведения по поводу того, кто мне вызывал наряд к посольству Израиля во время работы в свободной журналистике 14 ноября до 16. Да, 14 ноября. Одни моменты. Можно? А можно поменять? 9, 5, 1, дальше. 48, 6, 5. Они сейчас работают, друзья? А сейчас 7 не работают, до 6, да? Это штаб, да? А, а, мне очень интересно, что вам уже придется от суда инициировать. В принципе, сведения можно получить, да? Хорошо, еще один вопрос. На деле, что это касается Улекаева, на самом деле, понимаете, да? То есть меня просто закрывали, то есть выгоражили ответчика, потому что я работаю с криминалистикой и, значит, в свободной журналистике. Еще вопрос такой. У вас есть сайт, вот, сайт, где поместить заявление? Есть заявление, направленное точно на базу для господина Иванова, вот, у вас Иванов, кажется, да, глава или другого? А, можно МВД, да? У вас такого нет отдельно, чтобы к вам сразу попало? Такого нет. То есть МВД просто. Ваше спасибо. Моя фамилия Мацкевич Анна Юрьевна. Можете записать мою фамилию? Все равно же звоню. УВД Викиманка? Алло? Да, что я работаю с посольством Израиля, значит, в сфере свободной журналистики. Люди пишут ложные доносы на меня. Понимаете, что рецензуирую и конкурирую, значит, со мной в моей профессии. Вот, кто там, где-то раздевается там и так далее. Я работаю в специальной, значит, сфере, которая очень дифферентна. Люди пишут ложные доносы, почему люди не слабые эшелона. Пользуют своими полномочиями, вплоть до Совета Федерации. Вот, конечно, полиция посольства. Меня слышно, да? Алло, подсервиси, что меня слышно. Алло. Полиция... Да-да-да-да. Значит, полиция посольства, и, соответственно, разняла, как говорится, драку, грубо говоря. Но когда меня вызвали, пытались просто пабриковать. Вот, но между тем, такие инциденты нежелательно, понимаете, это же информация, на самом деле, скрывается от путинских представителей, там, ПУСБ и так далее. Это же мы работаем, как-то, с военной форматой, посыл 24 и так далее, в частности. Вот. Вот. Вы можете просто записать мою фамилию, что меня просто знали в вашем ОВД, потому что это же этот дистрик, этот район ваш. Алло. Алло. Да. Надеюсь, разговор записан, да, на пленку, вот все, что я сказала. Да. Маткевич Анна Юрьевна. Меня зовут. Знаешь, у меня сейчас есть заявление, как это направлено для БАД. От следствия комитета я уже подала. Вот, как вам придет вопрос. Да. О том, что против меня вызвали наряд 14 ноября, с чем я не согласна. Папа. Алло. Записывайте. Значит, 14 ноября 2016-го. Время, значит, 4 часа 30 минут. Вот. Пополудни. Да, ноября. 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 В момент моего, значит, моей работы с израильским посольством, то есть с камерой израильского посольства. Я с ними работаю порядка 8 лет. Вот. По тему, значит, Трамп, Путин, НАТО. Да, да, мне вызвали наряд. Вот. Людей просто они не культурированы, они же не знают, чем я занимаюсь. Таким образом пользуются вот такими вещами. Вот. Понимаете, это же не ваша юрисдикция, корректировать, значит, разговор. Это не ваша юрисдикция, а корректировать, значит, мой разговор с израилем. Моя, значит, мою работу. Да, моя фамилия Мацкевич Анна Юрьевна. Вот. Значит, вы можете писать городской, значит, 178-2065. Ой, какой там коты? 65. 65, да. Сейчас, один момент. Конечно, я могу. А у меня уже есть заявление, я хочу в интернет ставить. Да. 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 Вот. Да. Хорошо, вы можете позже контактировать просто с посольством Израиля, вот, и спросить, с чем я занимаюсь. А то, получается, люди пишут, значит, такие психиатрические, значит, наезды, понимаете. Либо эти психиатрические террористы, интересно, понимаете, это же не ваша юрисдикция, значит, определять мою работу с посольством Израиля. Это 100%. Вот. И я хочу сказать, что речь касалась, на самом деле, в конечном итоге это выяснилось, господина Улюкаева, вот, и некоторые лица, вот, рассматривают мой разговор, как, грубо говоря, значит, подачу информации о такого рода лицах через опосредованное криминалистическое содержание, так как мы работаем за следственным комитетом, очень плотно, по любой формате. Бабакулова, например, понимаете, вот такие вот вещи, там, Васильева, вот, любые, понимаете, темы очень сложные, очень трудные, вот, а люди хотят просто убрать меня с камеры и изолировать от возможности, передавать информацию, какой-то двойными стандартами, вот. Знаешь, вы записали, да, но я еще могу позвонить в штаб завтра, ой. Какой? Как вам? У вас есть адрес электронный? Нет, вот это безобразие, понимаете, это вас держит просто в дискрименционном состоянии, потому что мир общается через интернет, правильно? Но вы могли бы сразу получить мое заявление, оно очень коэффицировано, написано языком на сайт МВД, да? Дело в том, что там, я знаю, там нет копирования с этим МВД, мне кажется, переписывают, но я даже перепишу, потому что написано в соответствии с вашим законодательством, с вашей терминологией заявления, хотя очень трудно, это же и с английского на русский, на самом деле, понимаете? Видите, там любые доносы на меня пишут постоянно, это же не первая ситуация, вплоть до того, что я типа американский шпион, как это еще там, в общем, несут, понимаете, да? Вот, ну, я предлагаю, в общем, ОВД проконтактирует просто с властями Патульта, то есть с охраной и полицией, вот, который, знаете, один говорит вообще 10 лет, но я считаю, что 8 лет. Понятно, я так же работала с французским Патульта, работала с американским Патульта постоянно, вот, и сейчас я вот даже замораживаю свои дети, чтобы выяснить, что круглый ряд с вами, знаешь, вот таких инцидентов больше не происходило. Вот, спасибо, значит, а с кем я говорила? Машу фамилию можно узнать? Алло? Еще раз не поняла? Извините, как и не Федов? Не Федов, да? Ага, не Федов. Да, хорошо, большое спасибо за возможность поговорить с вами. Спасибо. Значит, это Ордынка, как я понимаю, 56, дом 56. Да, 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 большая Ордынка, да, из Райского посольства. Вот я работаю с видеокамерами из Райского посольства, информация проходит не только в Патульта, понимаете, она же проходит, значит, в Путинский офис, она проходит в ФСБ, она проходит в Шойгу. Вот основная проблема у нас в Турции, я вам сразу говорю, особенно в Датпле, в Датпле, в Датпле, в СУ-24, меня хотят просто убрать. Меня хотят убрать, там люди, чеченская девятка, и так далее, конкурируют с моей журналистикой, профессиональной журналистой на меня пишут. Понимаете, да, вот бегают за мной везде. Вот, Громы, говорят, то в лесу хотят убрать, ну, так, ну, тренировка, кто посольство, вот такие вещи происходят. Значит, это, Башар, Ордынка, 56 должен быть адрес. Если номер дома не с тем точный, вы скорректируйте меня. Большое вам спасибо, господин Федор, до свидания.